Всем привет, привет! Всем отличного настроения, прекрасной среды. Хочу напомнить вам о том, что у меня есть услуга, которая называется «Беседа со смыслом». На нее вы можете прийти и помимо расклада мы можем с вами побеседовать на ту тему, которая вам интересна. Вы можете поделиться своим комментом мнением, либо задать мне какие-то дополнительные вопросы. Почему я в очередной раз напоминаю об этой услуге? Дело в том, что, знаете, когда начинаешь делать личный расклад, а я консультации провожу в виде аудиоформата, когда я записываю личный расклад, у людей возникают какие-то дополнительные вопросы. Как правило, на дополнительные вопросы к раскладу, либо кто-то хочет о чем-то поделиться, я не даю ответов. Потому что, во-первых, это дополнительное время, это дополнительные ресурсы, и это не входит в стоимость консультации. Ну, то есть личного расклада я имею в виду. Как раз-таки в такие моменты, когда у вас есть желание что-то спросить, что-то уточнить, получить какие-то, не знаю, дополнительные ответы, не только от Таро, а вообще какие-нибудь рекомендации, там, посоветоваться. Вот для таких целей как раз-таки беседа со смыслом, она будет идеальной. То есть вы не только получите ответ на свой вопрос, вы еще сможете задать дополнительные какие-то вопросы, мы с вами можем побеседовать, возможно, я смогу вас направить, что-то подсветить дополнительно вне карт, и что-то прояснить. Почему? Потому что, когда я делаю расклад, я просто передаю информацию. Я не подсвечиваю какие-то, не знаю, дополнительные моменты вне расклада. Например, человек обратился, задал какой-то вопрос, получил расклад. Прослушая его, у него возникает вопрос, а это о чем? А можно здесь как-то по-другому сделать? А может быть, есть что-то еще? И бывают моменты, когда мне пишут и задают вопросы. Я на такие вопросы отвечать не буду. Поэтому в идеале вы можете прийти на беседы со смыслом. То есть помимо того, что я могу сделать расклад непосредственно в контакте с вами, в прямом эфире, если так можно сказать, потому что беседа со смыслом – это единственная услуга, где мы с вами общаемся онлайн, живем, если так можно сказать. То есть не через запись, я не делаю расклад в записи, а напрямую. И вы напрямую в процессе, возможно, даже расклада можете задавать мне какие-то уточняющие вопросы. То есть там нет ограничений по вопросам, количеству вопросов. Там ограничения есть по времени. Либо 30 минут, либо час. Но если вы представляете, что у вас что-то там накипело, может быть, предварительно хотите поделиться, что-то рассказать о своей какой-то истории для того, чтобы ее лучше уточнить, прояснить перед тем, как я буду делать расклад. Вот как раз-таки беседа со смыслом – она прям идеальная такая услуга для такого формата. Если вы действительно умеете работать самостоятельно, поверьте мне, не все люди. Многие говорят о том, что да, я могу работать самостоятельно, но работать с информацией, которую получаем самостоятельно, бывает иногда сложно. Почему? Потому что возникает субъективность. То есть когда ты находишься в конкретной ситуации, когда в тебе включаются эмоции в момент прослушивания, очень сложно быть объективным и понять, особенно если это какая-то серьезная ситуация, что вам делать, как вам быть. Иногда бывают даже такие моменты, что в раскладе я даю ответы, но из-за того, что человек очень эмоционально слушает расклад, где-то его зацепило, где-то ему что-то неприятное, где-то какие-то воспоминания затронуты, болевые моменты, сложно объективно оценить информацию. И поэтому важно либо взгляд, я не знаю, со стороны, либо чтобы кто-то что-то подсказал в этот момент. Почему? Потому что если информация касается других людей, как правило, да, то мы работаем прекрасно. Но когда что-то касается нас самих, и мы вовлечены в этот процесс, то работать с собой и с информацией бывает достаточно сложно. Это одна из причин, почему, например, у всех психологов, психотерапевтов, я не знаю, тренеров всегда есть свой тренер, всегда есть свой супервизор, который подскажет, который объяснит, да, либо свой какой-то наставник. Это не потому, что эти люди, ну, то есть могут помогать другим, а сами себе не могут помочь. Нет, потому что все равно нужна обратная связь в таких моментах. Поэтому я напоминаю вам об этой услуге. Вся информация есть под роликом по ссылке «Мои услуги». Нажимая на нее, вас, по идее, должно перебросить на топ-линк, где есть документ, в котором все это прописано. Если вдруг у вас что-то не открывается, какая-то ссылка, вы можете мне написать в комментарии, можете написать мне в личку в Телеграм, и я вам все объясню, все разъясню. То есть бывают такие моменты, знаете, когда, там, не знаю, мастер либо человек дает ссылку, да, на какую-то свою услугу, а она по каким-то причинам не открывается. И человек бросает, говорит, ну, не работай. Значит, не работай, значит, не мое. И все. С одной стороны, это показатель того, насколько вам действительно что-то нужно. Потому что если нам в жизни что-то актуально, очень важно, мы все равно будем искать какие-то ходы-выходы, да. Там личные сообщения напишем, посмотрим какие-то другие ссылки, проверим, почему они работают, не работают. То есть человек ищет возможности. Если вы так легко сдаетесь, это показатель того, что, ну, вам это не нужно. Это сейчас не осуждение, это, скажем так, момент на подумать. Потому что иногда мы можем что-то достигать в своей жизни, а иногда мы не достигаем. И в большинстве случаев мы не достигаем не потому, что это не наше, а просто потому, что мы очень рано сдались. Вот. Здесь в таких моментах нужна настойчивость. Я неоднократно видела в своих личных, так скажем, да, в моментах с клиентами, когда надо что-то оплатить и не получается. Есть человек, который может сказать, что, ну, не получается, ладно, или я не все, это не мое, значит, в следующий раз как-нибудь все же. А есть люди, которые настойчиво пробуют, но у них не получается. Они ищут помощь, там, я не знаю, у своих знакомых, не получается. Используют какие-то другие способы оплаты. Ищут какие-то другие. То есть человек не сдается. И, как правило, вот эта вот настойчивость, она всегда увенчается успехом. То есть всегда человек в конечном итоге приходит ко мне на консультацию, даже если у него возникли какие-то препятствия. Это я вам поговорю личный свой опыт, но в жизни у каждого из нас есть очень много таких моментов. Это тоже над этим, думаю, стоит задуматься, да. Когда мы проявляем какую-то настойчивость, с одной стороны, это показатель важности, актуальности вопроса, а с другой стороны, это черта нашего характера. То есть добиваются те, кто умеет отстаивать свою позицию, кто действительно настойчив, кто действительно пробует и не боится ошибаться. Ну, такие всегда получают свое желаемое. Так, об этом я сказала. Ну и напоминание о том, что если у вас плохо показывает YouTube, и вы не можете хорошо посмотреть мои ролики, мои расклады, я их дублирую на своем телеграм-канале. Тоже можете перейти и подписаться на телеграм-канал, если вам интересно. И также у меня есть, вот я должна про это просто сказать, у меня есть платная группа в телеграм-канале. Раньше это был чатик, сейчас я его переименовала, чтобы не было путаницы. Это группа. В платной группе я даю дополнительную информацию. То есть в платной группе я сама лично отвечаю, взаимодействую с участниками. Там дополнительные информации, какие-то ролики, упражнения на развитие интуиции. То есть там происходит другого формата, так скажем, ну, если можно так сказать, обучение. И, как правило, это действительно для тех людей, которые, ну, хотят развиваться. Почему? Потому что я даю там информацию, очень часто ее поясняю, почему я даю, на что нужно обратить внимание. Ну, плюс ко всему, диалог непосредственно самих участников между собой, он тоже, причем это такой, знаете, достаточно развивающий момент, потому что я даю в виде неких таких упражнений, да, то есть вот, допустим, какой-то материал на подумать, да. Я выложила подумать. Подумать – это не значит, что человек закрывается в себе, да, и просто думает, хотя такое тоже может быть. Как правило, я сподвигаю людей на то, чтобы они писали свои мысли, да, то есть о чем этот ролик, что он хотел сказать, что я в себе увидела. Почему? Потому что, когда человек пишет вот так вот обратную связь, я начинаю с ним работать. Он этого, в принципе, это и не осознает, но я начинаю работать в контексте того, что я даю обратную связь. Обратите внимание, что здесь вы чувствуете, о чем это для вас, и какие выводы вы можете сделать, исходя из этого, да, то есть такой некий интерактив происходит. Конечно же, не всем и не всегда, а тогда, когда я вижу, что действительно человек вовлечен, и действительно ответ может дать какую-то пользу. То есть там вот в этой группе происходят такие процессы. Конечно, вас может пугать слово «платное», но стоимость участия в этой группе, она месячная, и стоит 300 рублей. То есть если хотите, вы можете месяц побыть, потом в любой момент уйти, вас никто не ограничивает, и через какой-то период времени можете снова вернуться, можете не вернуться. Не в этом дело. То есть попробовать, ваше это или нет. Просто, знаете, иногда в комментариях я вижу, что люди пишут, или они хотели бы, я бы хотела, чтобы вы были моим наставником. Вот это своего рода некий такой формат наставничества, если так можно сказать, групповой, когда человек вызывает. Но это не значит, что я не могу уделить внимание каждому участнику. В принципе, если я вижу, что человек хочет, человек стремится, что-то хочет узнать, что-то хочет понять, чем-то хочет разобраться, чем-то хочет поделиться, конечно, тогда я тоже вовлекаюсь в процессы. А если человеку это неинтересно, он просто хочет наблюдать, то окей, наблюдает. Тоже как вариант. Вот. Наверное, сказала много, но иногда, знаете, когда нет возможности быть услышанной, как-то по-другому, я использую расклады для того, чтобы передавать эту информацию. Ну, а теперь мы с вами непосредственно перейдем к раскладу. И тема сегодняшнего расклада «Самый важный этап вашей в жизни». Когда-то я услышала эту фразу, не помню где и как, и у меня возник вопрос, а был ли в моей жизни такой этап, самый важный? Либо он будет, либо он есть сейчас. Я решила сделать расклад на эту тему и назвала расклад именно таким образом, да, «Самый важный этап вашей жизни». Есть, был или будет. Вот. Вот это вот мы посмотрим. Какой и в чем его важность? Это вот вопросы, которые я буду сегодня рассматривать. Определяйтесь позициями. Тайм-коды. Есть любые, опять же таки, вопросы. Если вас что-то интересует, можете писать в комментариях. Я все комментарии читаю в обязательном порядке. То есть я не просто ставлю лайк о том, что он просмотренный, а читаю. Так, давайте приступим. Итак, позиция номер один. Голубенькие камешек, единички. Самый важный этап вашей жизни. Опять же таки, да, важность – это чисто субъективная, поэтому на ваше усмотрение самое важное, что может быть для вас важного. Этап, он есть, мы так и посмотрим, да, есть, был или будет. Вот в какой позиции здесь выпадет великий аркан, это будет указание на то, что есть, был или будет. Если не выпадет, значит, не столь актуальна сейчас данная тематика. Итак, есть. Есть ли сейчас в вашей жизни самый важный этап? Это у мага, да. Сейчас сто процентов. Конечно, мы посмотрим на прошлое и будущее, но вот на данном этапе этот этап для вас, он самый важный, как показали карты. Итак, а что это за этап, да, по магу? Вообще здесь какой-то момент взросления происходит, когда вы начинаете самостоятельно управлять своей жизнью. То есть здесь есть некая такая зрелость, уже присутствует опыт, достаточно высокий уровень осознанности, когда вы понимаете, что образцы правления своей жизни я уже могу взять в свои руки, что уже перекладывать ответственность на кого-то, на что-то, это уже как-то, ну, не совсем по-взрослому, не совсем по-дед, как это, не совсем по-взрослому, да, скорее всего. То есть вы понимаете, что, в принципе, очень многое зависит от вас. Не все, конечно же, но основная часть, по крайней мере, ваших решений, вашего выбора, она зависит от вас, и вы можете, по крайней мере, маг указывает на это, что вам достаточно, как говорится, мозгов, чтобы управлять и создавать свою жизнь, творить ее так, как вы хотите. То есть вы здесь не только ответственность осознаете, а вы понимаете, насколько вы можете повлиять на свою жизнь. То есть если вы хотите, вы ее можете изменить. Если она не меняется, значит, вы этого просто не хотите, и у вас есть это осознание. То есть вы отдаете себе отчет в том, что происходит в вашей жизни, и насколько велика доля именно вашего выбора и вашей ответственности. В чем важность, да? Нет, что это за этап? Что это за этап сейчас? Второй великий аркан. Этап движения. Вы ставите для себя точку Б. Но это не в контексте какой-то цели, да? То есть вы ставите цель, я хочу чего-то там достичь. А здесь как будто бы вы сейчас понимаете, куда, в каком направлении вы двигаетесь. Пускай вам еще не ясна точка Б как результат конечный, что вы получите в ней. Но, по крайней мере, у вас есть здесь некая такая собранность и сфокусированность на своем пути. То есть, возможно, сейчас вы доросли до того, что вы говорите, вот я хочу теперь жить так, как я хочу. Я выбираю свою жизнь, и я буду идти вот по этому пути. То есть здесь уже присутствует уверенность, здесь уже присутствует некое спокойствие. Спокойствие в том, что вас ничего не отвлекает. Вы не отвлекаетесь на какие-то внешние ситуации. То есть даже если есть какие-то трудности, сложности, вы спокойно на них реагируете, решаете по мере возможности. Вы уже не паникуете, нет вот этой вот чрезмерной эмоциональности, которая бы вас отвлекала от вашего пути. Но здесь еще раз скажу, здесь путь не в контексте цели. Здесь путь в контексте понимания жизни. То есть здесь под путем поднимается слово «сама жизнь» непосредственно. То есть вы сейчас сфокусированы, сконцентрированы на движении. То есть у вас есть сейчас желание. Я не вижу точку «Б», вот к чему вы тут стремитесь. Я не могу сказать, что есть то, к чему вы тут стремитесь. С одной стороны, по родителям педакли можно было бы сказать, что вы хотите реализовать какие-то свои задумки, какие-то свои мысли и, возможно, их монетизировать, то есть на них зарабатывать. Но эти мысли, с одной стороны, вы понимаете, что это какой-то долгосрочный путь. Почему? Потому что они не то чтобы не так просты. Они могут быть какие-то неординарные. То есть не в контексте обычных. То есть, например, у человека есть желание, я хочу купить дом, и я коплю деньги, либо что-то делаю. Здесь нет некой такой обыденности, приземленности. Здесь какие-то желания, они могут быть в контексте творчества, то есть в контексте профессии, я бы в большей степени сказала. То есть не просто по жизни, а именно в профессии. Возможно, они вот как-то трудно, мне показывается, трудно реализуемые. Они возможны. В чем трудность здесь? Ну здесь какой-то вот долгосрочный план. Вы как будто бы для себя, знаете, как человек решает. Теперь я буду спокойным, да, либо теперь я буду как-то уравновешенным и реагировать, принимая эти решения, я буду реагировать по-другому на какие-то ситуации. И вы придерживаетесь этого своего решения. Вот что-то здесь в таком плане. В чем трудность реализации? В том, что здесь, возможно, много иллюзий, и иногда, вот я бы сказала, ваша эмоциональная составляющая, она как пелена у вас на вашей разумности, она затмевает ваш разум. То есть вам сложно не то чтобы действовать, а иногда вы начинаете эмоционировать, и начинаете придумывать того, чего нет. Может быть, где-то что-то додумывать, где-то что-то как-то вот тревожиться. То есть иногда, может быть, какие-то моменты, они заоблачные, да, то есть они, здесь может быть некая такая идеализация, то есть не хватает как будто бы практичности, то есть вот эмоции, они вам мешают в реализации. Не потому что вы переживаете, а потому что иногда, может быть, как-то по-другому надо подойти к реализации цели вашей, задачи, не знаю, что вы здесь себе идеи, да, придумали. Как-то вот по другим углам. То есть здесь вопросы мировоззренческие какие-то. Ну, во-первых, здесь идеализация, да, идет. Например, вы там идеализируете свой продукт, либо вы идеализируете отношения людей к вам, да, то есть вы можете брать, например, на личный счет, а на самом деле просто человек реагирует как на ту или иную услугу, которую вы предлагаете. То есть здесь как будто бы не совсем понятно, где есть реальность, а где есть иллюзия. Опять же-таки вопросы, вот то, во что вы верите. Может быть, есть некие такие разногласия в то, что вы верите, допустим, в ваш продукт, в вашу идею, а люди не совсем верят. Может быть, просто они неподготовленные, может быть, они его не понимают и так далее. То есть не потому, что продукт плохой, а просто, может быть, по-другому надо преподносить. Здесь разные моменты могут быть, но трудность заключается реализация. Либо то, что вы предлагаете, может быть, это настолько ново в жизни людей, что они скептически, да, к этому подходят. Либо, может быть, не готовы, да. То есть здесь какие-то такие моменты могут быть. Либо люди не верят, что действительно как-то что-то, ваш продукт, например, может им помочь, либо ваша профессия. Ну, здесь разные моменты могут быть, но причина заключается, с одной стороны, в вере либо вашей, либо клиентов, а с другой стороны, вот к отсутствием ясности в данном продукте, в данной идее, в данной задумке. Но это не говорит о том, что она не может реализоваться. Просто она может реализоваться как-то на долгосрочной основе, на долгосрочной перспективе. Здесь уже сразу подсказка о том, что не надо бросать вот то, что вы хотели сделать. Главное, чтобы вы в это верили и шли, потому что здесь путь будет долгий. Он будет не быстро, здесь нужно набраться терпения и иметь некую такую дисциплину, организовать этот процесс и поступать на шаг за шагом, идти к достижению своей вот этой цели. Вы придете, вы придете, но это будет не так быстро. И здесь нужно будет вкладывать очень много сил, очень много, ну, во-первых, работать надо, да, и вот вы должны себя организовать в этом процессе. То есть здесь не должно быть эмоциональных качелей. Бросаю, не бросаю, хочу, не хочу, делаю, не делаю. Здесь, вы знаете, как-то спокойно, ровно, не торопясь, идти к своей цели, делая одно дело за раз, шаг за шагом, делая дело, как говорится, вода камень точит. Вот это вот прям вот про эту позицию. То есть мы спрашивали, да, какой важный этап, с чем он связан? Он связан как раз с движением. И, скорее всего, это связано, имеет отношение к профессиональной вашей деятельности, либо это имеет отношение к вашему какому-то увлечению, хобби, либо это вообще имеет отношение к вашей жизни, да, то, во что вы верите по жизни, да, вы идете по ней согласно вот вашей вере. Так, в чем важность? В чем важность вашего нынешнего пути? Почему он важен? Потому что вы трансформируетесь, потому что вы меняетесь, потому что вот то, что я сказала, да, в самом начале, вот то, как было ранее, уже не будет, да, поставлена точка. Вы изменились, ваш характер меняется, ваша личность меняется, наступает какой-то новый этап вашей жизни. Не потому что Вселенная дает либо высшие силы, а потому что вы созрели для чего-то нового. То есть это, вы знаете, какой-то естественный процесс. Созревание произошел, и вы пришли к пиковому моменту того, что, к некому такому рубикону, да, который, рубеж, который вы его, по сути, уже перешли. И вот что сейчас новое будет рождаться, вот как будто бы, знаете, с чистого листа вам дается возможный шанс начать что-то заново. Но если ранее вы могли сказать, что там, я не знаю, семья виновата, там, еще что-то там виновата, то сейчас вы понимаете, что вам дают карт-планш, где вы говорите, что вот никто не виноват, вот вообще все, что будет происходить, это моя ответственность, это только я имею отношение к этой ситуации. Вот как пойдет, да, я буду пенять только на себя, больше не на кого. То есть переложить ответственность не на кого тут будет. Смотрите, какой важный этап сейчас у вас идет, да. Аркан влюбленный говорит как раз таки о том, что от вашего выбора будет зависеть, что и как вы будете иметь в своей жизни. Потому что вот эта вот нестабильность, которая сейчас происходит в вашей жизни, да, такая-такая шаткая, она как раз-таки указывает на то, что нужно решиться на что-то, сделать определенный выбор. Возможно, в прошлом вы, не знаю, может быть, боялись это сделать выбор, может быть, вы не чувствовали силы в себе, уверенность. Вот сейчас такое ощущение, что вы чувствуете вот эту вот уверенность, что да, я готова, я готова, я готов сделать этот выбор. И я пойду. Опять же таки, это либо касается профессиональной сферы, либо вообще вашего мировоззрения, взглядов по жизни, да, вот в контексте, например, саморазвития, то, что мы говорим, я выбираю путь, по которому я пойду, каким-то принципам, которые я буду придерживаться. Они и у вас и раньше были, но они были неосознанно, они формировались в вашей семье, они формировались в вашем окружении, они формировались в вашем прошлом опытом. Сейчас это все будет формироваться, исходя из вашей личности, вот от вас, так, как вы решите. Еще в чем важность. Здесь у меня такое ощущение, что вот как будто бы у вас желание появилось, да, то есть я хочу это сделать, я хочу это получить, я хочу достигнуть это любой ценой. Да, здесь есть желание выйти уже из своей привычной жизни, да, стабильной, в которой вы проживали большое количество лет, там не 10, а намного больше, какой-то стабильный период. И здесь как будто бы есть желание, что я хочу это изменить, я хочу изменить свою жизнь. Вот, и в данном случае это может затрагивать и профессиональную сферу. Я говорю, ну, здесь не про личную, 100% и не про здоровье. То есть могут быть какие-то другие моменты. Может касаться, конечно же, путешествий, каких-то увлечений новых, да, поэтому я и говорила о хобби. Вот, но в большей степени как-то затрагивается затрагивается профессиональная сфера. Здесь даже не вопрос финансов, а вот именно профессиональные сферы. И опять же таки не в контексте, где бы мне устроиться на работу и как-то просто получать деньги. Нет, здесь работа, она должна быть, знаете, вот как-то по душе, когда человек как-то своим трудом, своим делом хочет оставить какой-то след после себя, либо быть полезным людям. То есть здесь немножко иной подход к работе не в контексте получения денег на выживание, а в контексте именно созидания и творения. В общем, очень важный момент тут, который вы сейчас проживаете. Был ли важный этап в вашей жизни? Ну, в прошлом, да, опять же таки, по важности нету великого аркана. Я могу сказать, что была некая такая подготовка, да, то есть ваша прошлая жизнь, она вам давалась как некий такой шанс, да, для движения вперёд, для становления вас как личности, как характера. То есть если смотрят, например, женщины, да, то именно стать вот такой женщиной статусной и независимой. То есть для кого-то здесь может быть статус касательно семьи, а для кого-то статус не в контексте профессии, а в контексте именно целостности личности. То есть, знаете, когда есть ощущение того, что я чего-то достигла в своей жизни вообще как человек, то есть я что-то стою для, сами для себя, да, не для кого-то, вы здесь никому ничего не доказываете, а вы приходите именно к такой, знаете, позиции зрелости, когда я, вот я, как это, я ощущаю, здесь энергии идут такие больше связанные с состояниями, то есть статус, это не в контексте атрибута одежды, аксессуар и там есть, знаешь, штамп в паспорте, а скорее всего то, как я себя оцениваю, воспринимаю, насколько я чувствую себя королевой, да, внутренне состоящее, насколько у меня окей с моей самооценкой, насколько я умею выстраивать границы, насколько я умею взаимодействовать с людьми и с миром, насколько я могу реализовывать свои собственные желания. Ну, то есть вот все, что описывается в аркане императрицы, шанс вам был дан, да, в прошлом для того, чтобы вы пришли именно к этому моменту. И вот сейчас, да, вы, важность вот этого периода, возвращаясь на данном этапе, заключается как раз таки в том, что придя уже к этому состоянию императрицы, кто-то пришел, а кто-то вот в ближайшее время придет, вы сможете как раз таки из этого состояния стать творцом. Знаете почему? Потому что здесь вот внутренне вы ощущаете вот эту вот целостность, да, то есть я пришла к состоянию гармонии, я пришла к состоянию, не знаю, какой-то вот изобильности, что ли. То есть я чувствую себя хорошо, да, я в ладах сама собой, я чувствую вот прилив энергии и некую такую расслабленность, наслаждение от жизни, от того, что я имею. Так, это момент, был ли, да, был ли важный этап в вашей жизни. Теперь смотрим, будет. Будет ли еще какой-то важный этап в вашей жизни. Ну, пока рыцарь мечей говорит о том, что нет, наверное, самый важный и значимый этап – это вот сейчас. это то, что вы проживаете, наверное, на данном этапе. Да, потому что в будущем, вот видите, идет отсылка, какие-то воспоминания нет. Самый важный этап в вашей жизни – это тот, который я вам описала сейчас. тот, который вы проходите. Поэтому будьте внимательны и построите, выстроите свою жизнь так, как вам нравится, так, как вы хотели бы ее прожить. Это была позиция номер один. Где наш маг? Так, позиция номер два. Красный камешек. Троечки. Посмотрим, самый важный этап в вашей жизни есть сейчас, был, либо будет. Напоминаю, что ищем великий аркан. Где, в какой позиции он выпадет. Итак, сейчас важный этап в вашей жизни. По важности пока нет, так как нет великого аркана, но он указывает на то, что вы очень много думаете сейчас, да, что-то хотите прояснить, в чем-то хотите определиться. Если можно было бы сказать о важности, либо какой-то значимости, то этот этап, он ознаменует какую-то такую вот позицию решительности. То есть вы на что-то хотите здесь решиться или нет. На какое-то движение вперед, для того, чтобы, не знаю, либо больше получать денег, либо что-то преодолеть в себе. Как-то вот почувствовать какую-то более заземленность, что ли. Но здесь ощущение того, что вы устали парить где-то в небесах, о чем-то мечтать, фантазировать. Хочется какой-то конкретики, хочется какой-то приземленности. И вот вы как будто бы сейчас решаетесь на движение. Как-то преодолеть свои страхи и поверить, поверить как будто бы в себя, возможно, в свои какие-то умения и навыки ей двинуться вперед. Дальше смотрим, был ли какой-то важный для вас этап в вашей жизни. Да. Вот Аркан справедливости, он как раз-таки указывает, что в прошлом был. Возможно, это этап, когда вам либо прилетал бумеранг за что-то, и вы сделали какие-то определенные выводы, как надо поступать, либо как не надо поступать. Бумеранг, когда я говорю, это не имеет отношения к чему-то такому негативному, а это некая, так скажем, обратная связь, как в контексте причинно-следственных действий. То есть в прошлом был этап, когда вы получили результат в ваших собственных действиях. Была тишина, да? Села работать, как всегда. Закон Мерфи. И пошло-поехало. Шумы, отвлечения, все такое. До этого была тишина. Так, а что это был за этап? Давайте проясним. Луна. Ну вот это был этап, когда вы уходили, возможно, знаете как, вас эмоционально поглощало. Может быть, у кого-то здесь была какая-то затяжная депрессия. Мне идет очень долгое время, человек как будто не мог выбраться из болота. Были какие-то недопонимания во взаимодействии с людьми. Здесь такое ощущение, что вы как-то вот обижались, может быть, на людей. Какие-таки негативные эмоции вы проживали, и вам казалось, что причина в других людях, что как будто бы они несправедливо к вам относятся, как будто бы они вас зря обижают, критикуют, осуждают и все такое. На самом деле, ваш характер, ваша модель поведения и мышления, она вызывала вот такую реакцию. То есть вот негативное какое-то отношение к вам в большей степени отображало ваше отношение к самому себе. То есть мне показано здесь, что в прошлом вы были абсолютно другим человеком. Вот как-то вот больше мягким каким-то, знаете, человеком, который не знал, что он хотел от жизни, не мог подстоять за себя, не мог отстоять свою точку зрения, все время кому-то угождал. Вот такое, знаете, подбираю слова, чтобы, знаете, не обидеть никого. Скажем так, это необходимый был этап в вашей жизни, чтобы вы изменили в себе какие-то черты характера, которые нужно было изменить. То есть такое ощущение, вот вам нужно было стать более жестким, что ли. То есть выровнять силы. Здесь силы, они уходили больше в эмоциональность, в мнительность, может быть, мягкость, какой-то вот плачевность, капризность. То есть очень много эмоций было. И эти эмоции, они были негативные. Почему? Потому что они вас как болото затягивали. Вот. И люди к вам относились достаточно жестко, иногда и жестоко. Не потому что вы этого заслужили, а для того, чтобы подсветить вам, что вам нужно включать больше разумность. То есть выровнять вот это вот, эти качели. Вы ушли в полюс воды, а вам надо было больше как-то логику, воздух здесь включить, огненности, какой-то вот решительности, больше действовать. Вот вы как-то колебались, неуверенные были. И поэтому вы получали за это бумеранг как отражение ваших собственных действий. То есть уроки заключаются в том, что вы должны были изменить свой характер. Сейчас вы стали, почему я так спокойно говорю про это, потому что сейчас вы стали другим человеком. Здесь в поле это ощущается. Вы стали как-то более спокойными, более сдержанными, менее эмоциональными. Ваша эмоциональность никуда не ушла, но она стала более, так скажем, разумной. То есть вы либо научились, либо стараетесь как-то со своими эмоциями совладать. По крайней мере, вы принимаете свою эмоциональность. И иногда бывает так, что вам удается с этим справиться. Справиться иногда нет, но по крайней мере, вы уже никого не осуждаете. Вы принимаете свою эмоциональность, возможно, как какую-то такую теневую сторону, что ну окей, есть это и есть. А что я могу поделать? Ну, по крайней мере, я это принимаю, что я такой человек. Здесь уже меньше стало обид, меньше вы стали замечать и претензиозности других людей по отношению к вам. Где-то вы можете уже дать отпор, где-то можете сказать нет, ранее вы не могли этого сказать. То есть вот какие-то такие моменты, здесь энергия выровнялась, да. Сказала про Короля Пендакли, да, подумала. Больше стала стабильность, вот вы заземлились. Вы это также можете замечать о том, что, ну, возможно, в вашей жизни, да, в прошлом появился, если смотрит женщина, появился мужчина, такой Пендакли, вы знаете, конкретный, практичный. Изначально вам было с этим человеком сложно, то есть если это ваш муж, окей, если это не муж, это какой-то очень, такой, знаете, практичный человек, изначально вам было сложно. Изначально вас это ранило, вам казалось, что этот человек, либо женщина, мужчина, неважно, он какой-то сухой, либо какая-то сухая, как сухарь, да. То есть ничего этому человеку не интересно, сложно с ним взаимодействовать, но по сути этот человек, он был дан для того, чтобы вас заземлить, для того, чтобы вы дарили ему вот эти вот, ему необходимость, либо ей была необходимость в ваших эмоциях, потому что у этого человека нету вот этой вот эмоциональности, а у вас она была чрезмерна, то есть получается такой очень интересный тандем, это даже может быть друг, может быть начальник, еще раз скажу, неважно в каких отношениях вы состояли, либо состоите с этим человеком, важно, ему необходима, необходима была эмоциональность, он подпитывался через вашу вот эту вот эмоциональность, а вам необходима была структура, вам необходимо было какое-то вот постоянство для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и в меньшей степени эмоционировали, и такой человек вам был дан в контексте выравнивания ваших энергий, поэтому самый важный этап в вашей жизни, он был в прошлом, какой я описала, в чем его важность, вообще важность была в общении, но я могу сказать, что в какой-то вот отработке, отработке своей какой-то кармичности, что ли, может быть создание семьи, вот я не случайно сказала, что-то здесь как семейный человек, либо человек, который вам близок по духу, и можно сказать, что он как член семьи, либо этот человек, его задача была помочь вам переродиться, переродиться, то есть, ну по сути, вы его как будто бы заслужили, в чем важность этой ситуации, да, чтобы человек вас научил работать, работать над собой, работать над своими эмоциями, над тем, чтобы где-то сдерживать, да, свою эмоциональность, то есть, может быть, человек учил вас получать какое-то удовольствие, не быть человеком, который отдает безвозмездно, а научился еще и получать, получать и принимать, да, принимать там комплименты, удовольствия, подарки, то есть, этот человек способствовал вам именно к навыку принятия, то есть, здесь очень много было приложено работы, или с вашей стороны, с его стороны, опять же, когда мы говорим про уроки, это не значит, что человек сидит и вас этому обучает, а ситуации, которые складываются между вами, и вы делаете какие-то определенные выводы, либо не осознаете их, но они были направлены, по крайней мере, на это, то есть, здесь вот как будто бы какая-то кармическая завязка, да, то есть, так или иначе, перемены должны были случиться, вы должны были уйти от какой-то легкости своей поверхности, поверхностности, эмоциональности, и прийти к чему-то такому более стабильному, я не говорю тяжелому, потому что, если бы вы пришли к чему-то такому, вот прям структурному, как король педакли, или вообще как педакливая масть, вы бы, получается, полностью себя сломали, здесь нету надломленности, здесь вот как будто бы в, знаете, как река, не широкая, но какая-то вот горная, да, такая скоростная, и вот эта вот вода, она как потоком, когда обрушивается, она может быть разрушительная, и вот эта вот стихия земли, как камни, которые выкладываются на движение этой реки, чтобы сдержать скорость, чтобы она не была такой разрушительной, либо направить ее в правильное русло, да, то есть если, допустим, эта речка текла прямо, а вам надо было, допустим, там, какие-нибудь поля полить, да, и вот было, как какая-то преграда выкладывается, в виде камней, в виде земли, насыпь какой-то такой, чтобы изменить русло этой реки, чтобы оно пошло туда, куда нужно, чтобы оно было во благо, да, чтобы польза была от этой реки, так как она поливает, и с другой стороны, вот как будто бы вот эта вот скорость, да, где-то что-то придержать, чтобы не было разрушения для самой этой реки, вот здесь что-то такое, то есть какой-то такой урок был, ну, это был важный этап вашей жизни, жарко мне, так, будет, будет ли важный этап вашей жизни, и будет, да, был и будет, но не сейчас, какое-то обновление, да, что за этап, какое-то новое начало, какое-то новое начало, что это за этап, Ну, этап по четверке жестов уже приятный, это этап каких-то перемен, да, вы как-то вот будете более позитивны, более стабильны. Перемены, направленные на шестерку кубка, возможно, на состояние какой-то детскости, да, то есть здесь возвращается, но не инфантильность, а именно легкость. Легкость, какое-то такое вот ощущение свободы, приятные энергии здесь, которые, возможно, у вас уже были когда-то в вашей жизни, и вы хотели бы их возврата. То есть здесь может быть еще какой-то такой этап, который вы можете проживать либо через детей, либо благодаря детям, там, внукам может быть, да. А если это не касается детской энергии, то это может касаться вашего состояния возврата, возврата, да, именно к состоянию гармонии. То есть наконец-таки вы приходите к тому, когда ваши эмоции, они сбалансированы, и вы от этого получаете удовольствие, да. То есть вы в меру можете быть эмоциональными, в меру можете быть сдержанными, то есть вам нравится. Здесь такое удовлетворение идет, и от этого идет легкость. То есть вас уже и ваши состояния, ваши эмоции, они не напрягают. Они, наоборот, приносят вам радость, вот какую-то такую, знаете, расслабленность, улыбки. Очень-очень приятная, очень теплая, очень добрая какая-то такая энергия. Да, когда вы уже здесь, понимаете, вы как-то вот, это этап будет, когда вы будете более зрелые, более осознанные, да, будете проживать именно в моменте здесь и сейчас. То есть у вас происходит какой-то вот пересмотр вашей жизни, когда вы понимаете, что в меру хороша и стабильность. Вы здесь вообще становитесь как хозяином своей жизни. Заметьте, не хозяйка, а именно хозяином своей жизни. То есть вы уходите от детства в контексте незрелости, но не утрачиваете вот детские вот эти вот качества открытости, доверчивости. Еще раз повторюсь, не наивно, здесь нету глупости. То есть вы открыты этому миру, да, вот эти вот детские качества. Вы любознательны, вам все интересно. Вы учитесь смотреть на жизнь по-другому. Но при этом это не мешает вам быть стабильной. Это не вызывает в вас эмоции. Это не раскачивает вас на эмоции. В чем важность этого этапа? Башня, будут какие-то разрушения, да. Вот, разрушается ваша эмоциональность в контексте того, что раньше, может быть, вы очень много всего держали внутри себя. Да, там, я не знаю, может быть, какие-то идеи. Здесь не про обидчивость, а может быть, какие-то идеи, какие-то планы. То есть вы только представляли, вы фантазировали, и вы не умели их реализовать, вы не умели их проявить. То есть вы очень много про это говорили, про то, что вы хотите, то, что вам нравится, то, что вас вдохновляет, то, что вас зажигает, но не совершали каких-то действий. И вот это вот разрушение, вы как будто бы от этого очищаетесь. Здесь чувство, что вы приходите к состоянию, подумал, сделал, подумал, сделал, но подумал не в контексте сухости, а даже творческое, да, вот то, что внутри вас есть, то, что вас наполняет, то, чем вы горите. Вы научитесь в будущем это делать, сразу превращать в какие-то действия. Да, вы станете более сфокусированным, более сконцентрированным человеком. Вы перестанете себе обманывать, заниматься самообманом по поводу какого-то выбора, да, вашего пути. У вас появится больше решительности, да, больше вот какой-то храбрости вы наберетесь. То есть вот прям такое ощущение, что впереди хороший этап. То есть вас в прошлом, да, человек научил работать с вашими эмоциями. Сейчас, да, у вас появилось желание, что, да, я как-то научился преодолевать свои страхи, по крайней мере, как-то разобрался, да, со своими гормонами, что вообще происходит внутри меня, что меня пугает, как. Как-то, знаете, так страшно, но идем, да. Страшно заходить в темную комнату, но с фонариком все равно мы зайдем. Страшно засыпать одному в темноте. Включаем лампу, берем плюшевую мишку, обнимаем и засыпаем. То есть вы нашли какие-то для себя инструменты, и в дальнейшем, да, в будущем у вас будет важный этап начать вот свою жизнь как будто бы по-новому, да. То есть вот вы научились преодолевать себя и научились понимать свои эмоции. И благодаря этому вы уже сможете двигаться дальше и выстраивать в своей жизни, реализовывать свои желания, да, мечты, фантазии так, как вы хотите, и делать это с удовольствием. То есть у вас уже не будет вот этого напряжения, что у меня за это будет, а как мне это прилетит, а как меня поймут. То есть вы уже это делаете, понимаете, так, как вы хотите. То есть здесь какое-то такое облегчение мне идет, что наконец-таки, да, вы, вот здесь как будто бы мне путь вашей жизни показали, что наконец-таки вы пришли к такой зрелой позиции из трусишки зайчика, да, превратились в ежика, который вот прям работает, собирает там, не знаю, свои яблочки, вот. Но при этом мы помним, что ежики это, ну ежи это хищники, так как они едят, там, не знаю, червей, едят таракана и все такое. То есть они, в принципе, хищники, то есть они мясо тоже едят, поэтому их относят к хищникам при всей своей вот этой вот милоте. Ну, думаю, вы поняли, о чем я тут говорю. Так, вот шута поставим. Это мы прям целый путь, да, в вашей жизни показали. Была вторая позиция. И мы с вами переходим к последней позиции. Номер три. Зелененькому каменушку троечки. Смотрим. Самый важный этап в вашей жизни. Есть сейчас, был в прошлом, либо предстоит ему случиться. Итак, смотрим. Есть ли сейчас самый важный этап? Нет, пока на данном этапе у вас не один из важных этапов в вашей жизни, а, скорее всего, вы учитесь взаимодействовать с миром. Да, такой человек-работяга. Прошли большие кризисы, невзгоды в своей жизни, когда вас учили ценить, ценить себя, ценить свой опыт, понимать, что есть что, уметь взаимодействовать с миром, да, вот правильно выстраивать этот баланс, надать и взять. И сейчас, пройдя вот какой-то кризисный момент, связанный с финансами, с утратами, с пониманием своей ценности, своей значимости, вы приходите, наконец-таки, к балансу. К балансу в материи вы понимаете, что и что. Понимаете законы причинно-следственных связей. И, исходя из этого, вот здесь вы как будто по-новому начинаете выстраивать свое взаимодействие. То есть здесь уже человек, если мы говорим, что вы, например, работаете с людьми каким-то образом, да, то вы уже, ну, здесь более такая расслабленная модель поведения. Вы не боитесь сказать нет, если надо. Вы не боитесь сказать да кому-то, да, где-то что-то рисковать, где-то в чем-то. То есть здесь как будто бы у вас очень хорошо работает внутренний ваш голос, когда говорят, вот здесь надо, вот здесь нет. То есть если надо отказаться, вы отказываетесь, вы уже не боитесь каких-то последствий, что вас там лишат денег, либо там бонусов в премии какой-то, еще что-то, да. То есть здесь весы работают, прям закон вот мирознания между братья и отдавать, вы его четко понимаете. У вас есть внутри, вот как чуйка какая-то, которая говорит, например, даже при взаимодействии в коммуникации, да, с людьми, вы понимаете, сейчас мне надо уйти. Все, все, что было сказано, сказано, да. Либо, а сейчас вот я что-то, не то чтобы лишнее сболтнул, а я говорю намного дольше, чем нужно. А сейчас мне надо помолчать. Либо, например, с этим человеком очень часто встречаемся, надо как-то отдалиться. То есть вот эта вот энергия, она внутри вас, не знаю, это чуйка, не чуйка, но вот как-то вот внутри себя, вы это понимаете, сколько, кому, что и как давать. Вот именно в контексте сколько. То есть вот ваши внутренние весы, они хорошо работают. Вы понимаете, что этому человеку я больше уделила времени. Все, теперь надо как-то отдалиться. Либо этому человеку я, наоборот, что-то не додала. Значит, надо додать, что-то сказать, да, как-то проявиться. То есть вот здесь вот эти вот моменты хорошо работают. А у вас сейчас. Хорошо. Был ли в прошлом какой-то важный этап в вашей жизни? Да. В прошлом был важный этап в вашей жизни, когда вы выстраивали для себя какие-то цели, на что-то надеялись. У меня такое ощущение, что в прошлом был этап, когда вы слышали свой внутренний голос, который говорил вам, куда нужно идти. Но почему-то у меня возникает такое чувство, что где-то вы его игнорировали. Либо не обращали внимания, либо здесь были мысли о том, что у меня еще впереди есть какие-то шансы. Либо у меня впереди еще есть время. Либо ничего страшного, я сейчас от этого откажусь. Но вот позже, когда появится второй раз, второй шанс, тогда я возьмусь, схвачусь за него. Но второго шанса не было. Вот как-то вы здесь что-то не рассчитали. У меня такое ощущение. Вы слышали то, что вам говорит ваш внутренний голос. Но знаете, как будто бы человек шел по пути, а потом в какой-то момент сошел с него, либо отклонился от своего намеченного пути в надежде на то, что еще есть время, я вернусь, ничего страшного. То есть вы как-то осознанно сделали выбор не в сторону своего пути. Например, я не знаю, хотели построить карьеру, но в какой-то момент сказали, ничего страшного, вот сейчас я рожу, создам семью, рожу там ребенка, а потом вернусь и построю карьеру. Семья появилась, ребенок появился, но к сожалению, либо к счастью, за ним появился и второй, и третий, и все, и хана моей карьере, как говорится. Да, то есть осознанно выбрали другой путь, не тот, который вам здесь был подсвечен. Что это за этап был важный в вашей жизни? Ну вот когда было очень много обязательств, были какие-то трудности, сложности, и из-за них как-то вы испугались, да, вот. Как-то вы испугались. Почему-то вы в приоритет поставили что-то другое, не то, что вы хотели, не свою мечту, не свою какую-то цель, что-то иное. Вы не пошли в новое, вы не посеяли, вы испугались, либо, не знаю, здесь как будто бы какое-то чувство вины было, что вот я не могу, например, жить так, как я хочу, я не могу выбрать то, что я хочу. Как будто бы здесь было, например, ощущение, что я хотела учиться, например, в одном учреждении, а родители говорили, что надо другое. Например, там, родители говорили, что нужно стать врачом, юристом, ну, какие-нибудь такие серьезные профессии, там, архитектором, к примеру. Вот. А мне хотелось быть музыкантом, мне хотелось быть художником, мне хотелось быть дизайнером по одежде, например. И я не выбрала свою мечту, а решила угодить родителям в надежде на то, что вот получу диплом, отдам им, и потом пойду учиться вот то, что я хочу, буду делать, да, то есть я свой как будто бы долг отдам, а потом я пойду делать то, что я хочу. Так вот, долг вы отдали, а не пошли делать то, что вы хотите. Ну, в некоторой степени можно сказать, что вы как будто бы себя предали, но это был осознанный выбор, понимаете? В чем его важность была? В том, что вы получили хороший опыт разбитого сердца, в том, что вы получили опыт, насколько нельзя игнорировать, да, насколько болезненно, когда ты игнорируешь свои собственные желания, когда ты идешь не за своей мечтой, когда ты видишь, что нужно что-то изменить, потому что тройка мечтей, она указывает на осознанный выбор. Я сам себе наступаю на горло, потому что я знаю, как надо, но я не меняю, потому что, возможно, проявили какую-то детскость, да, инфантильность, возможно, здесь какая-то эгоистическая позиция была, то есть в контексте того, что я справлюсь, да, когда, опять-таки, в этом тоже есть, ну, детский такой максимализм, в нем есть, присутствует эгоизм с точки зрения того, что я беру на себя больше по десятке жезлов, чем могу унести, то есть, а, я справлюсь, вот в этом эго, то есть я не слушаю свое сердце, я слушаю, не знаю, какие-то другие вещи, там, сценарии, что-то такое, вот вы как будто бы здесь очень поплатили за это, и вы это осознаете, это причиняет вам боль, но этот опыт, он вам был важен, вот почему он вам был важен, то есть, такое ощущение, что вот вас, вам разрешили, чтобы это случилось, потому что так было нужно для вашего развития, вот в чем важен был этот урок, а это была какая-то подготовка, подготовка к тому, чтобы вы никогда не откладывали на потом все, что можно сделать сейчас, чтобы вы приняли правильное решение, чтобы вы научились слышать себя, чтобы вы научились находить ответы внутри себя, чтобы вы выбирали сердцем, понимаете, не какой-то выгодой, не каким-то желанием кому-то что-то угодить, то есть вот этот вот опыт вам дали для того, чтобы вы разобрались в этой ситуации и поняли, что не нужно ставить себя на второе место, свои желания, потому что здесь какой-то упущенный шанс, о чем вы очень сильно сожалеете, но так должно было быть, да, то есть с одной стороны это огорчает, почему, ну потому что второго-то шанса не дадут, а с другой стороны, вот опыт, который вы приобрели, он намного важнее, чем тот шанс, за которым бы вы пошли, то есть если ставить на весы, то опыт он важнее, поэтому, то есть он потому что сформировал вас, ваш характер, и то, кем вы есть сейчас, то есть не будь того опыта, вы не стали бы сейчас тем, кем вы стали, поэтому в этом значимость. Хорошо, будет ли в будущем какой-то важный этап в вашей жизни? Нет. Карты говорят нет в контексте важности, то есть самое важное было вот это вот в прошлом, тот урок, который вы вынесли для себя, он как будто бы, знаете, оставляет какой-то шлейф на протяжении всей вашей жизни. У меня такое ощущение, знаете, как, как сожаление, допустим, там, я не знаю, я не выбрала ту любовь, я не выбрала ту любовь, которую хотела, да, с чем-то человеком, а в дальнейшем все как-то закрутилось, и появился другой человек, но, к сожалению, что вот, вот то, что было тогда, вот это вот чистое, прекрасное, надо было выбрать, и я его не выбрала, но, и мне, мне от этого горько, и, и я как будто, вот, знаете, как всю жизнь об этом помню, и поэтому в будущем будет ли важный какой-то значимый урок? Нет. Почему? Потому что вот этот был важный. Еще раз скажу, здесь важность не в том, что вы утратили, а в том, кем вы стали благодаря этому. Вот в чем важно. Поэтому он очень весовый, в будущем пока, ну, я, по крайней мере, не вижу, может быть, в дальнейшем, если сменится энергия, и будет, но вот пока так, как обстоят дела на сейчас, я не вижу какого-то важного момента в будущем. почему? Почему? Потому что есть какие-то сдерживающие факторы. А вы сами себе являетесь причиной того, что вот вы не идете в какую-то целостность. Опять же таки, да, то, что я сказала, прошлый опыт сформировал вас, и, может быть, вы как-то вот, к сожалению, чувствуете какую-то вину, и невозможность, что вот все уже никак не изменить, и зацикливаетесь на этом. И поэтому, вот из позиции вот этой зацикленности, да, что я не могу ничего изменить, ничего невозможно, я там упираюсь лбом в потолок, и все, либо головой в потолок, и все, нету возможности дальше двигаться. То есть, по сути, вы сами себя ограничиваете в том, чтобы вот как-то, в чем-то реализоваться. Для чего вы это делаете? Ну, это дьявол, и вот это новый ваш урок, да, почему вы не двигаетесь дальше? То есть, здесь какой-то, в будущем будет какой-то урок, который вам нужно будет пройти со своим внутренним дьявлом, да, что вас сдерживает, что вас привязывает к тому, где у вас есть какая-то иллюзорность, страх большой, и что мешает вам двигаться дальше. Это, кстати, что-то из детства. Да, и, ну, вы это будете проходить, и вам это еще предстоит. То есть, то, что мешает вам что-то изменить в своей жизни. Ну, да, из семьи, это какой-то вот, что-то связано с семейными ценностями, может быть, страх больших денег, может быть, страх как-то вот масштабироваться, да, то есть, вот, вы как-то себя знаете, есть какие-то границы, которые вы себе выстроили, из-за предела какой-то вот забора, из-за предела этого забора, из-за предела этой границы я не выхожу. Почему? Потому что, ну, дьявол не дает. Вот такой был сегодня расклад. Благодарю вас всех за ваши просмотры, за то, что комментируете, ставите лайки. Встретимся с вами в пятницу. Напоминаю о своем телеграм-канале, подписывайтесь, если вам некомфортно здесь смотреть расклады из-за плохого качества ютуба. Приходите также на беседы со смыслом. И, если есть желание, в мою платную телеграм-группу, если вам нравится развиваться вместе со мной, и вам необходим в некоторой степени наставник, любый человек, который вам поможет в чем-то. Не в чем-то, а именно в вашем развитии и понимании себя. На этом все. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok